Привет всем, я так рада, что вы заглянули ко мне в гости, соскучилась, совершенно добро пожаловать. Сегодня у нас будут в основном интересные покупки, находки на разных маркетплейсах и организация хранения, в которой будут участвовать некоторые покупки. Может быть для вас это будет идея, что-то возьмете на заметку. Моя любимая рубрика «Покупки, находки» здесь у меня и Валберис, и Озон. Начну с керамической кокотницы La Croissette, она небольшая, в форме тыквы, но за счет своего светлого. Я вообще не очень люблю вот такую посуду в форме каких-то овощей, но она светленькая и не особо-то и на тыкву похожа. У нее такая классная ручка, и она маленькая, компактная, такая универсальная за счет своего размера. И она мне этим очень понравилась. Тут есть две ручки, ну и также, конечно, в ней можно запекать. Очень классная. Она приходит вот в такой коробочке, тут как раз оранжевого цвета. Вот, наверное, оранжевого бы цвета я себе не купила. А она не беленькая такая молочная, а вот этого оттенка прям то, что надо. Следующее, это повтор. Я вам не так давно показывала уже этот шампунь в покупках с Валберис. Мне он очень понравился. Такой экономичный расход. Вот сейчас я им пользуюсь. И я решила еще сразу себе купить про запас. Только в этот раз купила его на Озоне. Там он оказался дешевле. Следующая продуктовая находка, это растворимый цикорий, в составе которого также входит топленое масло ГХИ. Я вообще не фанат цикория, но иногда разгружаю себя от натурального кофе, чтобы потом оценить еще больше его вкус и аромат. И я знала, что цикорий, он и много полезных свойств в нем, плюс он также бодрит. И думаю, дай-ка попробую. Мне даже стало интересно, что в составе есть именно ГХИ. Кстати, когда завариваешь, ощущается такой легкий сливочный вкус. Первый раз я положила на небольшую кружку две чайные ложки. Напиток был таким горьким, я его не смогла пить. А второй раз на маленькую кружку я заварила чайную ложку с горкой. Ну, тоже была горечь. В общем, тут надо подстроиться. И сейчас я на небольшую кружку чуть меньше чайной ложки без горки завариваю. И это получается классный вкусный напиток. Насчет энергии, бодрости, особо я каких-то выраженных эффектов не вижу. В принципе, и кофе мне каких-то выраженных, бодрящих эффектов не дает. Но зато это полезный напиток, натуральный. Я не знаю, можно ли его всем. Если тут противопоказания особо не вникало. Ну, у меня нет ни аллергии, ничего, поэтому я нормально переношу этот напиток. Не увлекаюсь им. Вот так для разнообразия иногда попить почему бы нет. Следующая моя находка, это по совету одной моей зрительницы. Когда-то я показывала бьюти-блендер, нахваливала его. И она мне написала, посмотрите, вот есть неплохая альтернатива. Стоит в разы дешевле, но вроде как особо не отличается. Я себе тогда взяла на заметку и вот совсем недавно вспомнила. Думаю, так, надо попробовать, потому что мой бьюти-блендер уже все, рассыпается. Надо ему замену срочно. Некоторые визажисты рекомендуют спонж увлажнять и потом только использовать тональное средство. Вот вы как делаете? Я чаще всего на сухую. Я его не увлажняю. Причем я либо на спонж наношу тональное средство, а потом распределяю. Либо наношу тональное средство пальчиком на лицо, либо если это вот пипетка, например, с пипетки. А потом растушевываю спонжем, но именно с сухим. Я как-то пробовала на влажный, но я не знаю, либо я слишком его увлажняю. Мне кажется, как будто у меня хуже так наносится. Поделитесь, как вы наносите на сухую, на влажный спонж, точнее на сухой или на влажный. Наносите спонжем или наносите на лицо и спонжем только растушевываете. Просто интересно, вот как вы это делаете. Следующая моя находка, которая уже давно была в избранных у меня на Валбересе, выбрала самый маленький диаметр. Я ее вообще взяла для ванной комнаты. Там я переорганизовывать все буду, обязательно вам это покажу для вдохновения, как идеи. Но также эта подставка отлично и на кухне встанет. Просто у меня такие полки на кухне, что мне она там особо и не нужна. Но кто знает, сегодня не нужна, может завтра я что придумаю. В общем, что мне понравилось? То, что она крутится, качественный пластик, недорогая. Плюс тут классное дно, оно резиновое, с пупырками, противоскользящее и цвет такой. И вообще сочетание серого с белым прям очень-очень. Следующий комплект, состоящий из двух вот таких маленьких подставок. Я уже не раз пела оду подобным подставкам или вставкам на полку, там, может быть, в ящике. У меня такие есть и на полке, и в ящике. Ну, не прям такие, там, икеевские. Они очень классно выручают, точнее, они организовывают экономно пространство. Как правило, все такие вставки, они большие. А тут я нашла комплект, состоящий из двух совсем маленьких вставочек. Смотрите, какие они крошки, ну, по сравнению с классическими. И это тоже очень удобно, потому что иногда вот такое пространство, такое местечко, где большая вставка либо не входит, либо она неуместна, и не хватает чего-то такого маленького. И вот, та-да-да-дам, короче говоря, классный размер для каких-то совсем небольших пространств. Следующая это упаковка из пяти губок для посуды, для уборки, для чистки, для чего хочешь. Я уже вам их показывала, я повторила покупку, они мне очень понравились. У меня еще остались несколько с того комплекта, но решила сразу докупить, чтобы был запас. Конечно, они блестящие, и это первое, что мне очень понравилось, когда я их только-только вскрыла. Но больше всего, конечно, это их размер. Они поменьше классических, чуть-чуть поменьше, плюс очень нравятся вот эти скругленные углы. И в целом хорошо так себя ведет, не заванивается, надолго хватает. Ну, конечно, надо промывать ее. Ну, в общем, губка и губка, но просто размер мне больше нравится. Нравится, что на черненько хорошо так на кухне смотрится. И, в общем, показала себя пока супер. Поэтому вот повторяю. Мой любимый бренд Ротха. Если, может быть, кто не знает или пропустил, у меня есть контейнеры для хранения сыпучих в кухне. Именно этого бренда, с такими прозрачными крышками. Я их купила очень давно, где-то 4 года назад. Покупала я их в Ашане, в Польше. Тогда у нас еще не продавались такие контейнеры. Буквально не так давно бренд Идея стали их делать. И сейчас я знаю, что очень многие блогеры себе такие напокупали контейнеры. Но когда они появились у меня, тогда еще не было ни у кого. Потому что тогда они просто не были представлены на нашем рынке. И бренд Идея, они подешевле, чем бренд Ротха. Но Ротха качество гораздо лучше. Я покупала контейнеры Идея, я вам тоже это рассказывала. Мне не понравилось качество пластика. Я и царапалась, и все. Вот Ротха моим контейнерам уже 4 года. Я и роняла их, что и только с ними не происходило. Они в отличном состоянии. В общем, я ими очень довольна. И у меня не только контейнеры для сыпучих этого бренда. Есть еще корзины, которые тоже в организации на кухне участвуют. Тоже этого бренда. Ну, короче, классное качество. И вот сейчас я себе купила комплект. Это для заморозки. Небольшой формат. Объем я выведу на экран. Тут 4 штучки. Они идут с крышками. В общем, это замораживать что-то. Что-то замораживать. Ну, и можно еще какую-то пищу в холодильнике в них хранить. Они именно пищевые контейнеры. В общем, вот такая упаковочка. И размерчик. То, что надо. У меня морозилка-то небольшая, поэтому мне большие контейнеры никак. Я выбираю себе все компактное, маленькое под свою морозилку. Может быть, для кого-то покажутся это крошечными контейнеры, но каждый под свой размер берет. Вставляю кадры, которые я сделала уже после основных съемок, потому что не сразу заметила вот какую опцию на вот этих вот контейнерах для заморозки. Вот здесь на крышке, на каждой из крышек, есть такое поле. Ну, как бы пленочкой специальной покрыто. И на нем можно подписывать простым карандашом. Вот вы что-то там написали, к примеру. Потом раз теркой убрали. В общем, не надо никакие наклейки клеить. Это очень удобно. Правда, вот на самом контейнере тоже есть какое-то такое окошко. Можно сюда что-то наклеить. Просто они матовые, и так не видно, что внутри. Но при этом, видите, бренд позаботился вот так их подписывать, не применяя какие-то дополнительные наклейки, не переклеивая там что-то. Я карандашом подписал, потом, если вы используете для чего-то другого, просто стеркой убрали и подписали уже новое. Так что вот такая тоже опция в этих контейнерах. Далее тоже этого бренда, корзина, вот такого приятного оттенка. Это для прихожей, для хранения мешков с обувью, со спортивной формой. В общем, я вам покажу, как я ее приспособлю, вы поймете, почему я ее взяла. Она по размерам туда нам встает, и мне нужно было что-то твердое, и то, что легко обработать. Пропылесосить там можно, протереть влажными антибактериальными одноразовыми салфетками, тряпочкой, средством, просто взять да с мылом помыть в ванной. Все-таки один недостаток тут имеется. Я не люблю, когда в контейнерах, видите, по углам вот такие штучки торчат. Ой, это ловушки для пальцев. Причем иногда, если попадет под ноготь, мало не покажется. Я уже попадала на такое, больно. Я не знаю, зачем это делают, и почему не обрабатывают вот эти вот края. Вам показать кончики, они острые. То есть реально можно поцарапать палец, но особенно если... То есть так-то пальцем попадешь, будет просто неприятно. Но если вот так под ноготь, а у меня длинные ногти, ой, ой. Я не знаю, у кого-то есть такие контейнеры, у кого-то была такая проблема, Я не знаю, может, это у меня только так. Но вот я, тем не менее, хочу с вами этим поделиться. Потому что вот, например, у Икеи есть контейнеры, в которых нет вот этих штучек внутри. Вот у них все гладенькое. В любом случае, я его все равно выбираю, он мне нравится. Следующая покупка на Валберес. Она очень тяжелая, поэтому снимаю ее на полу. Не стала уже поднимать на кровать. Кондиционер для белья по 5 литров. У меня здесь две банки с двумя ароматами. Кошенир и весенняя прохлада. Очень классное средство. Там отзывы на него, кстати, именно это средство. Мне кто-то из вас рекомендовал в комментариях. Ну и, конечно, такие бодейки, они выгоднее, экономнее. Единственное, что они тяжелые, объемные. Но у меня есть емкости для постирочных в ванной, поэтому я, естественно, буду переливать в ту емкость на текущее использование. А хранится основной все будет в этом контейнере. И, скорее всего, на лоджию их отправлю. Они у меня еще запечатаны. Пока ничего не могу сказать. Не знаю, в этом влоге или уже в каком-то следующем. Попользуюсь и прокомментирую и аромат, и вообще подействую. Но еще раз, отзывы у них прям супер. И еще один контейнер, точнее, это даже уже не совсем контейнер, это целая система. Смотрите, здесь есть верхний этаж с ячейками. Всякую мелочь по категориям разложить. Тут покрупнее ячейка. А тут еще выдвижные два ящичка. Вообще, в отзывах там есть фотографии покупателей, они показывают, как они используют. Кто-то вот такой контейнер ставил себе на туалетный столик под косметику, украшения всякое. Кто-то ставит в ванную комнату тоже, там и уходовые средства, и всякие гигиенические средства в этих. В общем, это очень универсальный органайзер. Так что, если кто в поисках какого-то органайзера пристроить мелочи, вот, посмотрите, мне кажется, отличный вариант. Светленький такой, везде впишется. Следующий вот такой чемоданчик для документов. Здесь, видите, разные отделения, тут паспорта можно вложить, тут какие-то карты. Ну, карты я сюда точно складывать не буду, вот эти вот непонятно зачем, совсем маленькие штучки. Ну, зато вот сюда что-то можно. Это, получается, один отдел, который закрывается вот здесь на молнию. Да. И идет второй отдел, глубокий самый. Сюда можно положить разные папки, разные документы. Также здесь есть карман, сетка, он идет тоже на молнии. Ну, в общем, получается два отдела. Один побольше, другой со всякими тут вкладками. Есть ручка, а еще тут есть замочек с кодом. Только главное не забыть этот самый код, чтобы потом не получилось. Сложил, закрыл и забыл. Я вообще слежу за порядком в своих документах, уже не раз снимала на эту тему видео. И, кстати, мой первый канал стартовал именно с такого ролика, организация документов. Я там, конечно, себе не очень нравлюсь, но что есть. Вообще у меня какая система? Все вот текущие там чеки какие-то, ну, которые еще пригодятся, гарантии, какие-то обследования, ну, в общем, какие-то документы, которые мне некогда сразу разложить в нужную папку, а у меня папки по категориям, я складываю на полочку вот в стопку. И потом, когда уже там прилично скопится всего, я выделяю время и раскидываю это по своим, ну, по своим ячейкам. Но тут я решила, что некоторые документы особой важности, наверное, стоит хранить в одном месте. Поэтому совсем скоро будет новая организация хранения документов. Не пропустите. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, если еще этого не сделали. И вообще не пропускайте. А то иногда начинаете меня спрашивать, а ответы, ну, там, что-то, да, из видео, а ответы буквально в предыдущих влогах. В общем, не пропускайте. Я-то, конечно, кокетничаю, я понимаю, что, может быть, не все хочется смотреть. Вы знаете, иногда по названию, то есть я в названии иногда не могу отразить все, что есть во влоге. И иногда не знаешь, чем вот привлечь ваше внимание, что будет вам актуально, потому что во влоге разная информация и на эту тему, и на эту. Так что не всегда название отражает полностью все содержание ролика. Ну, там всего-то 100 знаков можно уместить, так что не все... Короче, смотрите. Еще одна моя находка на Валбересе, такой специфический продукт, он не всем, наверное, будет интересен. Это безалкогольное вино, то есть здесь вообще нет алкоголя. При этом это испанское вино, урожай 20-го года, Sauvignon Blanc. Ну, в общем-то, отзывы на него хорошие. На самом деле, очень много, большой ассортимент разных вин. Ну, думаю, дай-ка попробую вот это. Еще не вскрывала, пока ничего не могу не сказать, но я постараюсь в этом влоге все-таки вскрыть, попробовать и поделиться своими впечатлениями от этого вина. Так что, если кто-то в поисках именно безалкогольного напитка, вот, обратите внимание, ссылочку, наверное, тоже оставлю. Кстати, я еще с вами не поделилась и не пожаловалась на Валберес. По-моему, с 1 января к нам в Калининград платная доставка 200 рублей. Я знаю очень многих, во многих регионах бесплатная доставка, а у нас вот 200 рублей. Но тут не зависит, сколько ты товаров покупаешь у одного продавца, у разных продавцов. Вот 200 рублей. То есть, если я, например, одну позицию оформила, заплатила 200 рублей. Но если у меня там 2-3 или, короче, я не знаю, хоть сколько этих позиций, и даже от разных продавцов я тоже заплачу только 200 рублей. Поэтому, конечно, сейчас невыгодно заказывать по одной, по две позиции. Я вот собираю эту корзину, максимально ее загружаю, чтобы поменьше платить за доставку. Вроде бы еще в какие-то регионы Валберес за деньги доставляют. Кстати, напишите, ваш регион бесплатная или платная доставка. А вот у нас 200 рублей с января. А зон бесплатно к нам в Калининград доставляют. Я, конечно, сейчас там стараюсь уже что-то на зоне выбирать, но иногда цена на зоне... Вообще, конечно, все по-разному. Вот что-то я на зоне дешевле нахожу, плюс еще и бесплатная доставка. А что-то на Валбересе настолько дешевле, что даже с доставкой все равно будет дешевле. Ну, в общем, нахожу что-то и проверяю наличие там-там, выбираю, где, конечно, будет выгоднее купить. С покупками все, и эту рубрику хочу завершить вот какими мыслями. Снова подниму тему, зачем я столько всего покупаю. Ну, во-первых, я уже стараюсь вам показывать, как я расстаюсь с вещами. То есть, конечно, идет круговорот вещей. Что-то уже отслужило, что-то сломалось, что-то не подошло. Вот как с тем ковром. Кстати, да, спасибо за ваше мнение. Ну, собственно говоря, я и тогда во влоге озвучила, что как-то этот коврик не ложится в нашей кухне. И, в общем-то, да, естественно, его там не будет. Но ваша идея с лоджией прям... Вы знаете, я этот коврик везде пыталась пристроить. И даже в прихожей. Но в прихожей там, короче, не вариант. Но почему-то про лоджию я не подумала вообще. И когда я прочитала первый комментарий с идеей про лоджию, так я думаю, точно надо его туда. И там он по размеру ложится. Так что спасибо вам огромное. Видите, какие вы молодцы. Так вот, я сейчас показываю, как я с вещами расстаюсь. Плюс, например, косметические продукты. Ну, они же заканчиваются. Они там, может быть, даже срок закончится. А бывает так, что купишь, пользуешься, а потом тебе оно не нравится. Что же касается бытовых предметов, то вы не забывайте, я все-таки блогер. Что-то я покупаю еще для антуража, для съемок. Ну, а как по-другому? Это ведь, по сути, не только мое удовольствие, но это и работа моя. Конечно, вот то, что я вам сейчас показала, это идет для организации хранения. Вы это все потом увидите в процессе, как это пристроено. А еще вот какой момент, на который вы не обращаете внимания. Ведь все вот эти обзоры, там, косметики, продуктов, предметы быта, одежда и так далее, и так далее, они помогают сократить вам время поиска. Вот, например, чтобы найти вот эту корзину, вообще любой предмет, особенно для организации хранения, я иногда трачу несколько часов, перебирая продукты на Озоне, на Валбересе, может быть, еще на других маркетплейсах, потому что товаров очень много, и ты вот смотришь, чтобы и цена, и качество, и там отзывы, чтобы были хорошие. На это уходит реально много времени. А я, по сути, вам сокращаю это время. То есть, если вы посмотрели, вы увидели, вам понравилось, вы перешли по ссылке. О, цена устраивает, там, почитали отзывы, классно, все, я себе тоже такое хочу. Вы на это потратите несколько минут, а у меня ушли часы на то, чтобы найти вот это. Конечно, я это искала для себя, но ведь вам-то я уже сгруппировываю вот этот обзор по нескольким своим находкам и сокращаю тем самым поиск. Потому что вот реально на эти поиски столько уходит времени, и кто-то еще говорит, ну и что вы там делаете? Вот прикиньте, 3-4 часа я могу выкинуть только на поиск одного или двух предметов. Зато потом я это выдаю вам, и начинаются покупки иногда до такой степени, что потом девочки жалуются, а этого уже нет в наличии. Кстати, некоторые мои знакомые, подруга в том числе, которые смотрят мой канал, они мне уже говорят, слушай, ты перед тем, как выпустить ролик с покупками, покажи, а, дай ссылки, а то, говорит, потом переходишь, а там уже этого нет. Так что, ну, такое бывает, не со всеми товарами, бывает. Поэтому в этом тоже состоит моя работа. Ну как, это не то, что прям работа, но по сути, вот та самая полезная информация. Поэтому, когда вы пишете, ой, зачем это все, может быть, вам это не нужно. Вы не в поисках, там, косметического продукта, вам не нужно, там, что-то организовывать. А дома-ка, поэтому вам эта информация, ну, не актуальна, и может быть, только раздражает, что, ой, вот она там все покупает, покупает. А для кого-то это прям, ох, как вовремя. Я тут еще хочу, наверное, для чего это говорю. Пожалуйста, если вам не трудно, обязательно этим делитесь, ведь это меня тоже мотивирует. Это та самая обратная связь, которая дает мне понять, что это все было не впустую, что вы воспользовались этим. Ну и я знаю, что вы пользуетесь. Кто-то просто стесняется, кому-то неудобно писать, кто-то не хочет на это время тратить. Тогда можно просто поставить пальчик вверх в знак поддержки. Лайк этому видео. Так, все, ну, а я продолжаю. Сейчас буду наводить порядок и гигиену в прихожей, точнее, вот в этом шкафу, и как раз приспосабливать те предметы, покупки, которыми с вами делилась. Здесь у меня уже есть кое-какая организация. Вот органайзеры для аксессуаров, у каждого свой. А вот тут тоже ящички. Наверху очень старенький органайзер, ему же лет 5-6, ну, в отличном состоянии. Я как там сразу организовала аксессуары несезонные, вот по сей день они там и хранятся. Ну, только, конечно, сами аксессуары меняются за это время. Но вот именно этот органайзер, там два отделения, оказался удобный, и вот тут он прекрасно встал у нас на полке. Основными задачами у меня является навести порядок, организовать хранение на вот этих двух полках, и там еще одна нижняя. А в остальном просто тут кое-что поправить. И еще нижняя полка, вообще вот эти две полки для хранения рюкзаков, сумок спортивных, школьных. В общем, это детские полки, их вещи. И тут есть рюкзачки на какой-то выход, тут даже мяч вот лежит. И ту корзину, которую я вам показала, я планирую сюда на место вот этой тряпочной. Она служит для хранения вот этих мешков со сменкой и с физкультурой. Как раз четыре мешка у них, потому что у каждого физкультура и отдельная сменка. И в общем, они сюда помещаются, но за счет того, что вот этот тканевый органайзер, он всегда бесформенный, в результате это все как-то так вот небрежно. И это мешки со сменной обувью, оттуда иногда вот песок какой-то просыпается. Конечно, такой органайзер не совсем удобно обработать. А корзину проще, он пошел и помыл. Вытряхнул, помыл или протер салфеткой, там тряпочкой влажной, пожалуйста, порядок. Плюс там устойчивая форма, чуть-чуть побольше. И мне кажется, должно быть вот я. Посмотрим сейчас, в общем, приспособим. Почищу тут все, протру и приспособим, проверим мои ожидания. У нас вроде бы неглубокие полки, и я там дотягиваюсь. Ну, правда, так, немножко на носочки приходится вставать. Может быть, поэтому, не знаю. Я, кстати, нашла бенгальские огни. Я помню, когда мы ходили гулять в новогоднюю ночь, да и потом, даже хотели еще купить, потому что мне казалось, что была целая пачка. Вот, и я ее не могла найти. Наверное, ну как, предположила, что, скорее всего, мы ее использовали. Но нет, действительно, вот сейчас я нашла целую пачку бенгальских огней. Она уже будет на следующий год. Да, или, может быть, и на какое-нибудь другое мероприятие. Может быть, там весной или летом на природу будем выезжать. Захочется с такие вот огонечки. Так, здесь еще в запасе у меня остались вот эти мешочки для обуви, для спортивной физкультуры, для сменной обуви. И я покупаю мешочки мальчикам двойные, потому что в один карман они кладут сменку, а в самый большой карман уличную обувь. Так не пачкается сменка, она находится, то есть обувь в разных карманах, и поэтому сменка не так пачкается. И вот второй такой мешочек. Как раз парочка остались, ну потому что иногда мальчишки рвут, их могут даже где-то там потерять, что-то такое в запасах есть. Останутся на следующий учебный год. Есть вот еще такие мешочки, они одинарные, с одним отделом. Мы когда-то покупали, когда вот Андрюшка еще в бассейн ходил, тоже с запасом, вот остались. Ну, иногда пригождаются такие мешки, положить какие-то шлепки, в тот же вот пойти там в фитнес-зал, в сауну, в баню, куда-то еще. И вместо пакета просто вот такие мешочки. Но вот эти вот еще не использованные. Дальше вот таких два ящичка, точнее комодика с выдвижными ящиками. Очень удобно для хранения мелочевки. Покупала еще, когда мы жили в однушке. Конечно, лучше бы прозрачные, белые, но нормально, целенькие. В шкафу стоят, их видно только, когда открываешь шкаф. В общем, в одном у нас что здесь? Шнурки разные. Потому что мы иногда заменяем вот шнурки на кроссовках или еще что-то. Здесь они такие удобные. Шнурки на Алиэкспрессе покупаем. Здесь целый отсек с масками до сих пор. Мы уже сколько год дали, сколько больше, я уже не помню, когда их полностью отменили. И вот они до сих пор лежат. Они чистые. Тут есть даже мои красивые маски. Я вот, честно говоря, и в замешательстве убрать их отсюда вроде бы не планируется в ближайшее время. Думаю, если вдруг что, я их верну. Правда? А так они занимают добрый ящик. Который я могу переложить. Вот, покупала упаковку бумажных салфеток. Мальчишки постоянно берут с собой. И я их как раз вот сюда лучше разложу. Видите? Мы сейчас вместе с вами этим и займемся. Отличненько. Осталось все теперь аккуратно. Кстати, у меня когда-то именно для бумажных и влажных вот салфеток вот был этот ящик. Потом вот что? Вот какая история случилась. А теперь вот так. Внизу батарейки разные. Это все новые батарейки. Запас. В этом комодике внизу у нас бахилы. Тоже как-то частенько пригождаются. Потому что если врача надо вызвать, я всегда свои бахилы. Там у нас какие-то службы приходят, я всегда бахила. Если мы куда-то едем или особенно идем в поликлинику или там, не знаю, в какие-то места, где могут понадобиться сменка или вот бахилы, я беру. Здесь какая-то такая сборная солянка. Когда-то покупали мальчикам пояса для головы в машину. Ну чтобы когда там едешь долго, они засыпают, у них голова отваливается. Это не очень-то, во-первых, против правил безопасности, а вот эта вот штука специально фиксирует их в голову. В общем, как-то так. В результате мы так и не успели ими воспользоваться. Вот тут-таки Миша, по-моему, складывал. И здесь еще одни маски одноразовые. Ну вот, кстати, это я, наверное, оставлю. Потому что бывает, что я даже, мало ли, что плохо себя можешь чувствовать, а надо в магазин срочно. Вот можно масочку взять такую одноразовую нормально. А вот эти, ой, стирку теперь. А вот эту вот точно уберу. Так, дальше что у меня здесь? Почему-то ракетка отдельно от своего чехла. Вот еще надо дождевик уже все, ребенок им не пользуется, ни один, ни второй. У них есть капюшоны, есть зонтики. Я им когда-то брала дождевики, что им так проще вместо зонтика. В общем, уже все не пользуется. Так что целый органайзер, он уже, правда, тоже такой старенький. А еще целая упаковка этих прищепок. Хочу предложить, может быть, у мамы спрошу, она себе в детский сад заберет, не знаю, для каких-нибудь занятий, моторика. Потому что с прищепками очень много всяких интересных игр, забав для детей. Они еще яркие. А может быть, для хозяйственных кому-то цель. Ну, в общем, предложу маме в сад, там по знакомым пройдусь, может, кому надо для каких-либо. Может, себе несколько штук, хотя нет, вот защипывать, например, какие-то там пакеты, удобнее всего канцелярские эти скрепки, или как они, да, прищепки, скрепки. Забыла, как правильно называются. А вот этими вообще никак не пользуемся. Но, смотрите, место прилично занимает. Так что ура, ура. Сколько я сразу сейчас всего расхламляю. А ведь это лежит уже прилично. Ну, вот как-то руки не доходили. А теперь прям новенький органайзер, новые покупки для этих мест вдохновляют вот что-то здесь разгребать, перекладывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Достала наш весь парфюм, практически весь. Мой это основной. У меня еще есть вот такие небольшие аромабоксы, пробники, миниатюрки. Ну, я их не считаю, потому что это пробники-миниатюрки. А именно вот полноразмерные, вот это все. По большей части у меня, у Миши поскромнее. А это наших мальчишек. У каждого по две штуки. У Миши что здесь? Ивсен Лоран. Потом Джорджи Армани, по-моему, да? Да, Армани Кот. Диор, который я ему подарила на этот новый год. Вот как раз у него была миниатюрка. А, нет, миниатюрку тоже в подарок дали. С покупкой вот такой полноразмерной версии. Это даже не парфюм, это духи. Они очень стойкие. А это какой-то там Джованши пробник. Он иногда вот в машину может взять, когда так. Так, у меня что? Ну, вот этот аромат очень нравится. Но он такой легкий, вот прям легкий-легкий. А потом Пойсон Гелл от Диор. Сладкий, очень сладкий аромат. Я им пользуюсь нечасто. Шанель Мадемуазель мне разонравился. Вот стоит половинка баночки. Думаю, или отдать, или все-таки иногда им попользоваться. Эль Интердит. Это у меня второй флакончик. Ну, пол баночки. Очень нравится аромат. Но он тоже такой не на каждый день. И очень шлейфовый. Вот это вообще моя любовь. Это уже третий или четвертый флакон. Ангелы и демоны. Вот именно в таком цвете. Я не знаю, какой-то бежевый, персиковый оттенок. Их несколько. Вот этот мне очень нравится. От Гуччи. И вот этот разонравился вообще мне аромат. Тоже хочу отдать кому-нибудь из знакомых. Вот прям резко вдруг перестал нравиться. Я не знаю, с чем связано. Может, какие-то ассоциации. Хотя, в общем, не знаю. Больше не могу им вообще пользоваться. А вот этот аромат. Интересное оформление. Такое красивое. Но аромат такой, знаете, аромат мыла, свежести. Это Монблан. Сначала мне тоже нравился он очень сильно. А потом я прям стала чувствовать, что, знаете, как будто мыло. Мыло парфюмное какое-нибудь. Но тоже имеет свое очарование. И я им, по крайней мере, все равно пользуюсь иногда. Вот могу дома его часто использую. И не боюсь там вечером после душа нанести, потому что у него такой вот прям аромат свежести. Аромат после душа. Как-то так. Вот этот, наверное, сразу уберу, потому что не пользуюсь. Этот тоже пока уберу. Зачем он в прихожей у меня под вопросом. А вот эти оставлю, потому что ими буду пользоваться. Вот тут у меня прям совсем осталось. Совсем-совсем чуть-чуть. Наверное, буду снова повторять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня готов порядок, плюс гигиена. Вот эти две нижние полки самые грязные. Ну и рюкзаки же, они в общественных местах, сумки. Я здесь обрабатывала сегодня влажными антибактериальными салфетками. Уже не стала средства какое-то брать. Хотелось очень быстро все это сделать. Ну вот, эта корзина отлично сюда вписалась. Я даже думала, может, может, еще одну вот сюда заказать. Очень классно. И вот как раз вот эти все, это пока только один мешочек тут. Сегодня у кого-то из мальчишек нет физкультуры. А когда вечером они придут, тут будет все больше. Попробую в кадры вставить. Тут, естественно, все рюкзаки встанут. Вот для мелочевки тут кошелек какой-то, ложечки, мяч. И сверху вот этот пакет, в котором у них сумочки поясные, нагрудные или как-то так. Особенно вот весной, летом куда-то передвигаться вне дома. Очень часто берут вот эти сумки. И я хочу посмотреть сюда вот такую полочку, металлическую подвесную полочку, которая будет цепляться за эту. И как раз такая корзина, чтобы туда складывать вот эти нагрудные, ну короче, мелкие их сумки. Так, потому что сейчас-то они мячом особо не пользуются. Холодно, а вот как только потеплеет, мяч постоянно будет в ходу. И вот это вот каждый раз убирать, снимать, это будет неудобно. А здесь зафиксирую эти сумочки, и будет свободный доступ к мячу. Либо вот такую корзину еще поставить сюда. Плюс вот этот рюкзачок, я его постирала, кстати. Но вроде бы уже все, Андрюшка с ним не ходит. Вот сегодня я побеседую, может быть, мы его уже кому-то отдадим. Вот этот еще, наверное, кто-то будет носить. А может быть и оба вот эти рюкзачка, посмотрим. Здесь был у меня относительный порядок. Ну, тут немножко просто сложила. Основной упор у меня был на эту полку. И сюда великолепно вот эта вращающаяся подставочка, именно под парфюм, влез весь наш парфюм. И мальчиков я тоже здесь расставила. Теперь, пожалуйста, каждый может покрутить и достать нужный ему. Конечно, благодаря тому, что я пару своих флаконов убрала, влезли сюда вот и мальчишек. Так что здесь уже, честно говоря, больше не поставить ничего. Вот этот у меня сейчас закончится. Такой я больше не повторю. Но зато очень удобная. И мне еще такая поставочка понадобилась. Я задумала в ванной комнате там тоже на полке организовать. Сюда же я планировала другую, которую вам показывала в покупках. Там два ящичка и вверху можно что-то ставить. Но она сюда не вписалась. Я попробовала без камеры. Она, скорее всего, пойдет в ванную комнату. Зато сюда вот достала фаберликовскую. Она уже там немножко тоже старенькая. Есть царапины, но они особо не заметны. Зато, пожалуйста, прозрачная. Видно, где что лежит, но при этом все как-то вот аккуратно сгруппировано, спрятано. Вот пока только туда поставила расческу, очки. Но тоже, может быть, потом. Ну, да и так. Смотрите, как здорово, да? В сравнении с тем, что было. Тут вот здесь расхламило. Здесь у нас зонтики. Ну, в общем, темный угол. Может казаться, что как-то неаккуратно. Лежит на самом деле удобно. И я не знаю, просто пока на время вот эту самую маленькую подставку сюда поставила. И на нее сверху уже вот эти запасные мешочки. А вниз как раз можно что-то положить. Ну, вот видите, например, какую-нибудь шкатулку, не знаю, коробку. Ну, пока у меня просто пустое место. То есть, краю вот этот ролик. Тоже аккуратней стало. Плюс там освежило все. А наверху у меня и так был порядок. Еще раз здесь аксессуары. Шарфики, шапки, что там еще? Кепки. А вот здесь перчатки. Ну, такие в основном теплые-теплые. Которые так в этом году у нас, вот этой зимой, и не доставало их. Потому что, ну, теплая зима была. Тем не менее, вот здесь именно перчатки. Все, как классно. Осталось вот этот уголочек оформить. Зато я уже четко знаю, какую мне корзину сюда, каких размеров. То есть вот эту вот подвесную. И на сегодня я большая молодец. Ну, и плюс, конечно, вот гигиена. Все здорово. Какая снежная красота. Прогуливались вечером с Мишей. И я, пожалуй, на этих кадрах буду заканчивать сегодняшний влог. Как всегда, рада была вас всех встретить, пообщаться. И буду ждать от вас горячей поддержки. В виде пальчика вверх, лайк этому видео. Вам желаю здоровья, отличного настроения. И жду снова к себе в гости. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok